Я нокаутирую его. Я не буду каким-то списанным бойцом. Конечно, я постараюсь завершить досрочно, но... Это гран-при, и тут надо относиться более к серьезному. Больше, чем в UFC, однозначно. А с Асланом я скажу, уважаемый, у тебя и так много боев, оставь нам наших бойцов. Прям в этот же момент Резван перепишет. Андрей Кошкин, будешь рад? Я даже секунду не подумал, буду. Я не считаю, что Курбан слабее Ислама. Всех приветствую, дорогие друзья, меня зовут Арслан Дациф, и сегодня в рамках информационного агентства «Абзор Пресс» мы вам расскажем о том, как спортсмены готовятся к турниру AC 172. И первый участник – Бибер Туменов, он участник главного боя вечера. Салам алейкум, Бибер. Салам алейкум, Салам, брат. Насколько этот бой отличается от твоих других противостояний? Этот бой ничем не отличается от других поединков. Бой есть бой. Мы бойцы, мы каждый раз выходим. Кого лига нам предоставляет, с кем мы делимся. Тут разница в том, что это гран-при, и тут надо относиться более серьезно, я думаю, к своим поединкам. К каждому бою, начиная вот с Ленца Палмера и Курбану, я готовился по-особенному. Так что, я думаю, вот в субботу вечером вы все увидите. А с Курбаном, Бибер, вообще как-то пересекался, ты знаком? Какие отношения у вас? Возможно, в зале тренировались где-то? Да, мы в зале пересекались, мы вместе сидели, кушали. Ну, у нас как бы конфликтная ситуация, как была у меня в прошлом, с бойцами такого, ну, с Курбаном как бы не получится, потому что мы так знакомы. Но в бою мы, конечно же, друг друга не будем жалеть. Будем по полной стараться нокаутировать друг друга. За пацанов держать не будешь, да, Фарата? Ну, нет, я боец, я столько трудился, столько готовился, столько веса гонял, мучился, и нет, такого у меня не бывает. Когда я выхожу на поединок, я выкладываюсь на 100% или я не выйду туда. Бибер, на самом деле я думал этот вопрос задать твоему сопернику, но нет, я решил все же задать его тебе. Почему охотник за головами? Ну, если кто есть, который наблюдает за Инстаграм, я всегда фильмы ставлю обычно. И это в большей мере это охотники за головами бывают. И, не знаю, вот взял себе такой момент, что и в боях ты можешь, например, то же самое делать, охотиться и зарабатывать, что я и не делаю. Так что, я думаю, прозвище хорошо подошло. Вот этот треш-ток, вот эта атмосфера перед накаливанием, перед боем, как вообще к этому относишься и важно ли это перед поединками? Ощущения всегда бывают хорошие, знаете почему? Потому что не каждый человек может почувствовать такое ощущение. Не каждый мужчина может испытать на себе такое. Потому что это очень тяжело. Бывают свои моменты, когда тебе нужно пересилить себя в кое-каких моментах. И за час до поединка, например, или когда ты ждешь своего выхода, это, наверное, самые лучшие моменты, которые ты можешь запомнить в своей карьере. И карьера-то всегда не будет долгая. Так что вот эти моменты, которые можно запомнить, я думаю, вот этот момент перед выходом и вот когда ты готовишься к самому поединку. А вот я скорее о треш-токе. А вот к этому аспекту как относишься? Насколько это важно, по-твоему, перед боем? Накалять публику, работать с ней, возможно, вести какие-то переговоры со своим оппонентом? Абсолютно верно. Мы бойцы, мы должны раскручивать поединки, чтобы зрители смотрели, чтобы был интерес какой-то к поединку. Я это часто делаю. Знаете почему? Потому что интересно, это, знаете, как бы момент такой, когда ты играешь со своим соперником в плане психологии. Ты можешь, может, где-то понять момент какой-то, что ему не понравилось, задеять где-то его или что-то такое, что ему помешает в бою, показать себя в полной мере. И это тем более еще и нравится зрителям, организации. Так что это, я думаю, нужно использовать. Это бывает, наверное, скорее всего, знаете, когда я вот иду на него, и учитывая, что я иду на соперника, соперник, наверное, вот кое-какие психологические проблемы получает для себя, когда я иду вперед. Именно видя, что я иду, и что у меня есть удар, наверное, я думаю, вот что-то пугает их. О манере. О манере я хочу поговорить твоего соперника, Курбана. Насколько сложно, возможно, было твоей команде подбирать вот эти ключики? Ключики к каждому сопернику всегда можно найти. К любому оппоненту. Абсолютно вот к любому. Если хорошо готовиться, я думаю, вот не в плане того, что вот ты должен посмотреть соперника, там узнавать кое-какие-то моменты у него слабые, сильные стороны. Это, конечно, важно, нужно. Но не нужно забывать и свои сильные стороны. Вот я работал над своей ударной техникой. С моим дядей эта подготовка прошла в клубе «Бастион». И, как обычно, мы всегда подтягиваем ударную технику, чтобы показать зрителям зрелище в первую очередь. И вот наш стиль, клуба «Бастион», это мы стараемся показать зрелище, хорошие, интересные поединки, чтобы зрители ожидали нокаут. Вот, что мы преследуем. И насколько разные, как бойцы, именно Ислам Амаров и Курбан Тагибов? Стилистически один борец, один ударник и, ну, тоже борется. Не знаю, я не считаю, что Курбан слабее Ислама. Не такой уж сильный оппонент Ислам. В нашем бою Ислам меня вот по лицу не ударил. Я один раз его в нокдаун отправил, я весь бой, он просто держал меня около клетки. И все. Вот, и бой так завершился. Учитывая, что у меня была травма, и я не мог выйти из борьбы, вот, что стало проблемой в этом поединке. А так, я думаю, когда реванш состоится, то я сейчас уверен на сто процентов, что я нокаутирую его. Какие ожидания от боя с Курбаном? Ожидания такие же. Я вот выйду, буду делать свою работу и буду радовать зрителей, показывать зрелище и постараюсь нокаутировать. Абахра, как себя чувствуешь? Как настрой? Ну, чувствую себя пока что хорошо. Сегодня последняя тяжелая ночь у нас, так как надо последние килограммы сыграть. А так, все нормально, все по плану. Перед тем, как мы начали записывать интервью, ты сказал о том, что сегодня ночь намного сложнее, самая сложнее. На самом деле, она прям тяжелее, чем выйти в клетку и выступить? Ну, да, можно сказать, тяжелее, чем подготовка, чем все это, бой, все это самое тяжелое. Для меня это последняя ночь в загонке. Я думаю, и для всех бойцов тоже, в основном, те, которые гоняют много. А что знаешь о своем сопернике? Ну, мой соперник молодой, такой крепкий. Ну, хорошо борется, что сказать, хороший боец, хороший соперник, достойный. У него довольно неплохая статистика, многие бои он завершал досрочно, как и у тебя, в принципе. Как думаешь, какой процент такой вероятности, что бой не завершится до конца? Ну, знаешь, знаешь, мы оба, как сказать, боремся, поэтому, вполне вероятно, что бой пройдет все пять романов, тяжелая борьба. Но, если что-то появится, возможно, конечно, я постараюсь завершить досрочно, но, просто так, как мы оба боремся, поэтому, мне кажется, будет тяжелая борьба. То, что все-таки бой проходит, ну, в твоей, так сказать, аудитории, лиги, возможно, все-таки дает тебе какое-то преимущество, по-твоему, чем сопернику? Ну, каждый бой я уверен в себе. Это ни в коем случае, ни в коем случае, недооценка соперника. Я всех соперников уважаю, все мои соперники. У меня не было там таких простых боев, там простых соперников, поэтому, но я всегда в себе уверен, и поэтому я чувствую себя хорошо. Ну, так прикольно, конечно. Ну, да, нормально. Прикольно было бы в этом, в Хосеверте сейчас 3 же, не же 3 же, стейк-хаусы. Там нормально было бы, вот 2 стейка еще было бы. Камера готова. Та же. Прошло бы, да? Колодный, да, уже жестко. А стейк, как только думаешь, да? О сладком больше, наверное, думаю. Сладкое хочешь? Чем мясо? Да, сладкое в дольше не есть. А что ты сразу говоришь, вот сейчас бы мы в Хосеверте оказались, стейк-хаусы и мясо? В стейках сразу сладкое идет, понял, да? Оттуда в кофейню, а там куда не повернешься, кофейня. Как себя чувствуешь? Нормально себя чувствую, если честно. Очень хорошо себя чувствую. Такое состояние у меня давно не было. Показать, что мне плохо, или как-то эмоционально что-то, да? Нет такого. Вообще заряжен, и ментально, как бы и физически, вообще на другом уровне чувствую. Как происходило? Подписание в Лигу? Как происходили вот эти договоры? Что предложила, возможно, она? Вообще, перед тем, как сюда приехал, в Америку поехал, и ждал там подписания ПФЛ, говорили, сейчас, сейчас, сейчас. А мне драться хочется, и мне говорят, там, скоро подпишут, надо чуть подождать. И я приехал в Россию, и приехал на бой от Туменов, с этим дрался. Главный бой вечера был. Гафуров, как дела? Сам Гафуров. Как дела? Сустром Магомедом? Да, с Устром Магомедом, вот они дрались. Я пришел, посмотрел, и думаю, что за у них мероприятие, на Туле у них турнир такой большой. Турнир такой большой, яркий такой. Я думаю, по-любому нужно попасть на этот турнир. И написал Арсламбеку, я говорю, вот так вот, я хочу драться у вас. Он сказал, решим. Через пару дней пришел ответ, а потом через еще несколько дней контракт. И не глядя, подписал и в лиге. Потому что лига дает гарантии, что будут бои, яркие бои и возможность выступать. А мне неохота сидеть, простаивать, ждать или что-то еще. В данный момент я очень сильно голоден в плане именно того, что у меня долгое время не было боев и таких принципиальных, или же там с крепким соперником. Такого не было, и сейчас интересно это все. Кошки довольно серьезный соперник для тем более дебюта в лиге. Как проходила подготовка к нему? Я уже заранее в Дагестан приехал и начал тренироваться. Я даже не знал, с кем буду драться. Даже если дадут ли мне до Рамадана бой или нет. И все, там две недели прошло, в зал захожу и как раз там тренер спрашивает, бояли соперника. Я говорю, еще нет, жду, говорю. Возможно, не дадут. И прямо в этот же момент резван припишет. Прямо вот один в один момент. Андрей Кошкин, будешь драться? Я даже секунду не подумал, буду, говорю. Я знаю, он очень крепкий парень, неплохо бьет с рук, очень медленный, но тяжело бьет. И я с ним даже пару раз работал на сборах. Крепкий парень, что я могу про него сказать? Но? Что я могу про него сказать? А себе скажи. Буду о себе жестко буду бить. Ну, тяжело будет парни, на самом деле, потому что я очень сильно готов. Это не самоуверенность, это большая уверенность, потому что я очень сильно пахал к этому бою, трудился, дисциплине два месяца был, вообще не нарушал ее. После 10 даже на улицу не выходил. И спал, сидел, как бы, и я думаю, ему очень тяжело будет в этом бою. Были разговоры, что тебе нужно сделать, чтобы получить реванш с Мехди Дакаева? Да, до топ. Как пройдет, ну, я согласился на бой с Кошкиным, я сперва бросил вызов в Мехди, и у нас там общие знакомые есть, как-то что-то уже думал, что после Рамадана мы с ним подеремся. Разговор какой-то уже пошел, даже Арсенбек Батаев написал комментарий там, этот бой имеет место быть, ну, к чему-то это шло. Я думаю, в ближайшее время нам этот бой дали бы. Я думаю, сейчас с Андреем Кошкиным, дай бог, бой закончится, и все уже, смех не такая. Была какая-то история, что после какой-то тренировки, что ли, у тебя то ли болезнь, то ли что-то ты подхватил, вплоть, ну, очень серьезная. Вот немножко об этом хотелось бы с тобой поговорить. Стофилокок был, да. Обычный стофилокок, который распустил немного и до кости дошел. Очень сильно пришлось резать, чистить, все дела, зашивать. Ну, определенное долгое время тренироваться не мог. Так и с радаров пропал. Сейчас уже восстановился, все в Америку поехал, сборы прошел, Дагестане сборы прошел, зарежен. Сан-Гри, как себя чувствуешь, как настрой? Приветствую всех. Пока, пока так себе, нормально, пока висогонка. Завтра, я думаю, буду отлично себя чувствовать. Что-то в последнее время, что-то вот по поводу висогонки постоянно какие-то вот нюансы. Сейчас, ожидаешь. Все нормально? Какой сейчас вес? Сколько гонять? Какие, так сказать, ожидания? Ну, скажу так, скинул уже 20 килограмм за месяц. Осталось еще 20. Осталось сколько? Еще пару килограмм. Ну, с весом в прошлый раз чуть-чуть, можно сказать, здоровье подвело. Возраст все-таки настрой хоть 18-летнего, но так. В этот раз, я думаю, все отлично будет. В прошлый раз, за то, что не вошел в лимиты всего категории, сняли процент гонорара больше 50, я помню. Сколько процентов? 70, да? Или? Да, я вот рекордсмен. Я в мире больше всех гоняю. Есть в ИСЕЙ человек, который в мире больше всех гоняет из тяжей. И я думаю, я больше всех гонорар тоже отдал сопернику. Он, наверное, проигравший доволен был больше, чем выиграл бы, да? И если бы я весь сделал, конечно, недоволен был бы, да? рекордсмен бы. Надо же делиться. Я добрый человек. Что думаешь о своем сопернике? Хороший парень, перспективный, взрывной, кудоист. Кудоисты, они чуть опасные бывают, любят рубки. Я готов на рубки, люблю тоже рубки. Ну, неплохая техника, скоростной такой парень. Сальвири, как считаешь, сколько нужно провести боев, чтобы войти вот в гонку за титул? Я думаю, если бы не гран-при, я уже можно сказать чемпион ACB, чемпион ACA. Я думаю, я в этом топе. Я должен быть там, если я в этот бой выиграю. Я претендент, так что я готов. Как тебе бой чемпиона Гончарова с Везигином? Ну, я не знаю, но в последнее время судейские решения я уже не спорю, но именно этот раз я бы сказал бы Везигин выиграл. Это мое сугубо личное мнение. По-любому три раунда тоже, по-любому, мне кажется, это, опять же, я не профессиональный судья, я думаю, что Везигин выиграл. Ну, неплохой бой показали ребята, такой равный, но я отдал бы победу Везигину в этот раз. Что думаешь о желании Гончарова подраться с Исланом Азваровым? Это просто желание. Мы еще здесь есть, я готов с ним подраться, я его жду. Ну, пока рано, конечно, завтра, позже-завтра у меня бой, если бой выиграю. А Сослану я скажу, уважаемый наш друг, брат, у тебя и так много боев, у нас в году один-два боя, оставь нам наших бойцов, мы сами справимся, если что, мы скажем тебе. А сам провел с ним поединок? А с Исланом? Нет, по боксу нет, потому что я вот этого Кудряшова, я давно следил за ним, мне очень сильно нравился Кудряшов. Если Сослан выиграл Кудряшова со своей техникой, уверенностью, и с Ислана бои я смотрел, я бы не хотел по боксу с ним. А вот ММА я постарался. Ну, он слишком такой, как тебе сказать, по боксу боксеры лезть туда в ихнюю кухню я не хотел бы, например, у них свои фишки, свои эти. А в ММА какую бы дал аналитику? Ну, ММА у меня больше шансов, как один раз Вахаева спросил, этот Бадаев, какие шансы с Анигирея, он сказал 60 на 50, я бы себе дал бы шансы побольше, чем Сослану. В ММА это уже моя стихия, а по боксу я даже на Спаннике не стал бы с ним. Я туда смотрю или на тебя? Ну, больше поворачиваешься туда. Когда только вопросы задают, ты на меня смотришь, а когда отвечаешь, ты как бы уже лучше. На него, да? Ну, вот сюда куда-то. Все, понял. Тимур Валиев, каково вернуться в Россию, так сказать, уже покорющие какие-то зарубежные промоушены и выступать здесь? Легко ли? Ну, с большим воодушевлением, с хорошим настроем. Я хочу показать, на что я способен. Я знаю, что здесь сильные ребята и хочу показать свой уровень, на что я способен. Давай, примитивно, немножко поговорим о подготовке. Где проводил ее, кто помогал, кто был рядом? Я начал готовиться в Таиланде, как бы такой первый этап у меня был, поел фрукты, кокосы попил, прилетел домой за 8 недель до боя и Али Ахмедов, мой главный тренер, контролировал подготовку мою. Я тренировался в зале Абдулмана по Нурмагамедову, совмещал тренировки у Хамзы Наметова, Анварбека Амиржанного. То есть я использовал все рычаги, которые можно и всех лучших тренеров, лучших специалистов я задействовал. Сколько уже прошло времени как ты прилетел из-за океана? 8 недель как с Таиланда прилетел. А с-за океана? В Америке я ты говоришь по бою? Нет, вот в общем, когда ты уже вернулся сюда. Я полтора года в Таиланде жил. В Таиланде жил и тренировал, работал там. вот как 8 недель приехал с Таиланда. А в Америку я с Таиланда летал, чтобы участвовать в шоу и ребят поддержать. А так в основное время я там находился. Интересно, когда начались вот эти ваши переговоры с Лигой СЕ, чем она тебя так смотивировала, заинтересовала? Я сам хотел драться в этой Лиге еще раньше. Просто я именно хотел попасть в тот момент, когда я не буду каким-то списанным бойцом, а в тот момент, когда я буду чувствовать себе силы. и мне было всегда интересно какой-то этап своей карьеры провести в России, вернуться к истокам, вернуться к своей публике, дать возможность своим близким, друзьям, приходить на мои турниры, поддерживать меня. И вот переговоры проходили легко, у нас не было каких-то торгов и каких-то там пунктов излишних. Просто изъявил желание, меня поприветствовали и благодарю за такую возможность. Гонорары здесь интересные, привлекли внимание, нежели побольше, чем в других лигах, например, американских. Я не жалуюсь на гонорары, я доволен, как я уже говорил, если я сумею. Больше или меньше? Больше, чем в UFC, однозначно. Больше, чем в UFC в несколько раз. И, как я уже говорил, если я подерусь до конца, если я сумею провести три боя до конца года, я буду богатым человеком. И что скажешь своим соперникам Александру? Александр крепкий парень, сейчас он, я думаю, выходит на пик своей формы. Мне нравится его подход к поединкам, потому что я наблюдал за его карьерой, он дрался со всеми, с кем ему предлагали, с самыми лучшими бойцами России. Он дрался, да, он проигрывал, но он за счет этого рос постоянно. И сейчас он очень зрелый боец, который готов с любым конкурировать. И я думаю, вне зависимости от результата нашего поединка, в скором будущем и даже сейчас Александр один из лучших бойцов России. Не могу не спросить, ты участвовал в реалити-шоу ТУФ. Расскажи немножко, как вообще вот это произошло, о наставниках, о тренере Майкл Чеделье. Мой менеджер Али Абдул-Лазид предложил мне поучаствовать в шоу, сказал, что есть возможность там такая, что будет Конор и Майк. Я сразу согласился и получил незабываемые эмоции. С финансовой точки зрения, конечно, это был нехороший опыт для меня, но с точки зрения эмоций и воспоминаний это, конечно, было классно. Майк очень хороший парень, он меня поддерживал, мы сейчас тоже с ним общаемся. И у меня появились новые друзья, и я там получается такой новый опыт для меня жить с камерами, сам себе готовить, сам себе стирать. Я сильно вырос ментально после этого шоу, и я рад, что я там участвовал. И об этом будет последний вопрос, турнир на ИСЕ 172. Что для тебя значит выйти в эту клетку, и возможно какие-то медийные люди будут, которые будут тебя поддерживать, и вот немножко такое завершение. Выйти в клетку для меня это обычный день, обычный день в офисе. Я просто выйду и буду делать свою любимую работу, наслаждаться всем процессом, и все. Спасибо всем, что будут поддерживать меня. А кто? Какие-то имена звездные возможно приедут? Я даже не знаю, если для кого-то звезды, для меня это простые люди, бойцы, поэтому мне тяжело об этом сказать. Мои друзья приедут с моего зала, мои друзья, родственники мои придут, вот это самое главное. А так звезды, звезды, здесь у нас сколько звезд, ты сам знаешь, на них внимание уже никто не обращает. Спасибо, Тим, желаю успеха. Спасибо. Мы вам рассказали атмосферу и показали интервью участников турнира ИС-172. Подписывайтесь на канал Обзор Пресс, все самое интересное из мира спорта.